Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире Радио Атенат в понедельник, среду и пятницу в 16.16. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта Радио Атенати. Последствия стихи в Абхазии и Саме Греллу – тема сегодняшней передачи. И напомню вам, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatenati.g и посмотреть одноименную страницу в Facebook. В первом блоке нашей передачи вы услышите репортажи за Абхазией на эту тему, подготовленные нашими абхазскими коллегами. Веду передачу «Я, Майя, Пипи». Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. В начале недели над Абхазией пронесся сильный ветер. Сорвал и повредил крыши жирелых домов и муниципальных зданий в Творчале, Сухуми и Гагре, повалил деревья, создав пробки на дорогах и оборвал линии электропередач. В Гагре сваленный ветром эвкалипт раздавил микроавтобус. В Сухуми несколько деревьев также упало прямо на автомобиле. К счастью, обошлось без жертв, однако вызовы на пульт абхазского МЧС поступали непрерывно. Вот что сообщил по телефону министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Куициния. Но уже на следующий день коммунальные службы и спасатели начали активную работу по устранению последствий сихии. Как отметил начальник коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба, специалисты выезжали на места аварии незамедлительно, даже во время стихийного бедствия. А уже к среде на всем протяжении трассы не было даже следов поваленных деревьев. В первый же день, в первые часы были экстренно проводены работы по распилу этих деревьев и растаскивание его в стороны для того, чтобы открыть движение, дорогу открыть для автотранспорта, так как дорога была перекрыта во многих местах, в основном в районе турбазы по Кудорскому шоссе. Гораздо более актуальный вопрос – восстановление поврежденных домов. В основном речь идет о крышах, которые в буквальном смысле снесло. До сих пор не определена точная сумма ущерба, нанесенного стихией. Сбор информации все еще продолжается, поступают заявления и от владельцев частных домов. Президент Рауль Хаджимба провел заседание, посвященное вопросу ликвидации последствий урагана, на котором в жесткой форме потребовало строительных организаций восстановить крыши недавно отремонтированных зданий за свой счет. Господа, все эти крыши новые. Кто-то их же делал. У нас есть УКС, у нас есть Абхазстрой. Ребята, те добрые, определите, кто их делал. Все эти крыши сделаны по линии инвест-программы. И я просил бы, те, кто работал с ними, найдите их, вмените им и пусть делают за свои собственные средства. Ремонт многоквартирных домов в Сухуме-Гагре уже начался. Что касается владельцев пострадавших частных домов, то пока еще вопрос о возмещении ущерба не стоит на поездке дня. Вся информация, собранная руководством районных администраций, будет передана в правительство, после чего ее рассмотрит комиссия по ликвидации последствий стихийного бедствия. Она и примет решение о необходимости возмещения ущерба. Дмитрий Белый, Радио Сома. Точки соприкосновения. Я напомню, что тема сегодняшней нашей передачи – последствия стихии в Абхазии. Сам Мегрелло и в первом блоке вы услышали репортаж из Абхазии, подготовленный нашими абхазскими коллегами. Точки соприкосновения. В апреле стихия не на шутку разбушевалась, погода ухудшилась с 22 апреля и скорость ветра накануне этого дня превысила 32 метра в секунду. Синоптики предупреждали население о надвигающемся урагане, хотя, тем не менее, стихия нанесла довольно большой ущерб региона. Особенно пострадал муниципалитет Цалинджихи. Здесь сильный ветер снес крыши с пяти корпусов из более 30 частных домов в селах Мужава, Чали, Чквалери, Пхотсхойцери и Лиа. Ураган повалил деревья, в том числе и многолетние деревья, повредил линии электропередач. В тот же день собралась комиссия по подсчету ущерба, и представители местных властей отправились по местам. И мы можем сейчас услышать комментарии губернатора края Самыгрелоза Мосванетти Левана Шоня, сделанные в те дни. С домов сорванные крыши, поваленные деревья. На место выехали представители администрации Самыгрелоза Мосванетти и Цалинджихского муниципалитета. Начала работу комиссия по подсчету ущерба. Ураган нанес большой урон поселку Джвари. Там был поврежден лэб и в том числе снесло крышу с домов. По словам местных жителей, последние два десятка лет урагана от такой силы они не припоминают. Мы можем услышать комментарии местной жительницы Нону Пипи. 24 года я здесь живу, но такого еще не было. Вы сами видите, что ветер повалил деревья, сорвало с домов крыши. Но, к счастью, без жертв обошлось. И это сейчас самое важное. Из-за ветра и из-за того, что были оборваны линии электропередач, порядка 4000 абонентов в Западной Грузии оставались без света. По информации местного самоуправления Гамгеоба, к этому времени восстановительные работы уже завершились, хотя они начались в тот же день. И уже в последующие дни подача электроэнергии была восстановлена. Также были очищены от деревьев автомобильные дороги и сельскохозяйственные угодья. К этому времени дороги очищены, движение свободно. Непогода в Грузии продлилась до 24 апреля. На море в Западной Грузии в Аджаре был шторм 4-5 баллов. В горах это проходило со снегом. И на сегодняшний день у нас ветрено, но солнечно. Наша передача подошла к концу. Вы слушали точки соприкосновения, которые выходят в эфир в рамках проекта «Радио Атенаты». Темой сегодняшней нашей передачи была последствия стихи в Абхазии «Сам Игрелу». Как известно, эта тема осталась актуальной с 22 апреля, так как по всему Черноморскому побережью и Западной Грузии пронесся ураган. Я напомню вам, что нас можно слушать по интернету, по адресу 3w.radioatfinati.g и посмотреть одноименную страницу Facebook. Вела передачу Майя Пипя. Всего доброго. Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразно, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире «Радио Атенаты». В понедельник, среду и пятницу в 16.16. Редактор субтитров А.Семкин